всем привет дорогие друзья и гости канала с вами вновь в игре фермер симулятор 15 на карте 1 российский край мы продолжаем с вами развивать наше хозяйство покупать новую технику покупать новые поля сегодня у нас по плану начала посевной вот я уже иду к тракторам ну в прошлой серии как вы помните начинал я культивирую все поля та самая ночь я культивировал все закультивировал сегодня мы с вами отправимся на двух тракторах для начала приступим к посеву начнем с девятого поля работать у нас будет два трактора 20-22-5 и 20-22-3 по моему да да одном буду работать я на другом будет работать николаевич ну а трактора с распределительными удобрения у нас пока подождут они уже потом тогда пройдут внесут удобрение по посеянному ребят сейчас мы заводим наши трактора ну и отправляемся с вами на наш огромный девятое поле так ребята заправляемся завели трактора заправляются этот семенами не там засыпают в бункер ну и также мы тут заправились на нашей заправке которые у нас тут на базе он там николаевич тоже на тракторе сейчас заправиться семенами ну и с нами колька на газоне тоже поедет сразу туда на место там в принципе склад у нас даст с семенами удобрения ну чтобы особо так скажем не отвлекаться и не терять время на поездке до этого склада с нами будет еще работать николай так что такие вот у нас планы так ну все ребята отправились мы в путь сейчас по кругу дорожка объедем так вот едем в общем будем сеять сегодня рапс правда у него на молот ну производительность конечно меньше чем допустим у той же пшеницы лечь меня но там у нас поле огромное так скажем 20 гектар с копейками поэтому я думаю есть смысл не сеять там рапс у нас в принципе сейчас все бункера пустые ну как бункера я имею ввиду склад наш семенами удобрения какой-то не знаю что-то не то сказал я имею ввиду именно склад где ну хранятся у нас зерновые наши до пустой полностью чуть-чуть ошибся прошу прощения вот видите все пустое есть только картофель кстати планирую начать также сеять в этом ходу сверку на тринадцатом поле правда нас пока нет никого комбайн уборочную я думаю мы займемся силосом и комбайн приобретем ребят вот это огромное поле давайте подождем пока не все приедут я думаю что я начну с этого края это еще не с края середины а николай сейчас начнет с того края работать так ну вот все разложился давайте же приступим с вами к посеву рапса на этом поле достаточно быстро на скорость работы протекает никогоич даже не видно где-то с того края работает так кстати у нас поле номер десять который мы никогда не использовали я думаю что мы тоже за 7 рапсом потому что там комбайн будет совсем переехать чтобы убрать типа продолжить потом убирать поле номер девять так что десятое поле мы также сделаем с рапсом у нас там правда маленькой там гектар с копейками но все же тоже какие-то деньги мы с ним будем иметь вон он николаевич работает видно его да вот между нами достаточно большое расстояние и все продолжаем с вами сеять и и и и и Продолжение следует... 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 один трактор второй трактор все работа кипит но мы сейчас тогда с вами наверное вернемся на базу запущу я наш новый комбайн который rsm 1403 ну который мы мало очень используем вот и на этом комбайне мы с вами отправимся тогда уже подбирать прицеплю подборщик отправимся подбирать траву который там костинка ps 5g ребят так ребята заправляемся все завел комбайн прицепили мы тут с мужиками к нему этот подборщик и будет работать у нас точнее я буду пока работать на комбайне сразу прицепом потому что свободных тракторов что-то пока у нас нету все чем-то заняты чтобы расцепляться не охота бы поэтому сейчас заправим наш rsm и отправимся на нём путь это понимаю что еще не заправились не залились и правда по датчикам не очень понимаю где у нас топливный бак но слышно да как солярка еще текет ребята все сейчас тогда до заправляемся и отправляемся в путь и так понимаю что дальний от меня датчик как раз солярка видите еще не полный бак сейчас он подымется до конца мы с вами отправимся в путь в принципе комбайн достаточно мощный я думаю что особых проблем с тасканием прицепа командовского него возникнуть не должно так все полный бак все отправляемся тогда с вами в путь дорога ты не близко и все равно даже если тут чё тут речку переехать все равно достаточно не близкая дорога только вот я не знаю я наверное сейчас туда комбайн подгоню но работать пока не буду может быть мы постоим нам чтобы как бы этим челноком не ходить ходи потом по кругу собирать постоять подождать пока кпс очка все выкосит напомним тогда уже собирать лучше не будет видно приезжаем смотрим он посмотреть уже хрен начать бегает достаточно быстро когда можно в принципе начать будет сразу собирать я думал что он там совсем чуть-чуть пробежал он блин носится как угорелый даже чуть-чуть сюда выезжай так чего нас там это бегает тоже сеет свеклу давай дружище так давайте этот кусочек сначала подберем так включаем оставляем трубу погнали чистая трава кстати можно потом если что-то останется из травы вывести коровкам хотя не здесь то уже все если через комбайн прошло то это силос да в точении силос осечка корову сечку нас не идёт я просто чуть-чуть подзабыл так поворачиваем сейчас будем вот так возить тут в принципе чего гонять совсем чуть-чуть до этой силосной ямы да в принципе ничего даже если за расходами дофига солярки гонять именно комбайна но не там бак большой денежки в принципе пока есть теперь сюда поворачиваем ну и так вот круг пешками я продолжу здесь собирать тогда трав интересно сколько получится не думаю что не очень много получится именно силоса с этого волна так поворачиваем очень удачно зашел поворот все ребят продолжаем работать так все полный прицеп включаем подборщик мы поехали разгружаться возле ки я что-то не стал гонять тому что мы были на нереально сильно напрягается если ну потом силоса когда много будет заезжать так что пускай отдыхают ну как отдыхают там надо обслуживание провести масло поменять возить пока пока вообще нечего уважая нет никакого так так все продолжаем дальше собирать трав включаем поехали тем временем ребят пассивная у нас продолжается смотрите уже почти краю подошел то есть не еще столько же мне придется заправляться потому что мне там осталось где-то 800 килограмм в бункере ну и так же видите он там николаевич тоже ходит но и ночью конечно до меня достаточно далеко потом перееду на поле номер восемь буду его тоже сеять продолжается там покос травы продолжается его ее уборка силосную яму ну и так же у нас там идет как вы помните посев свеклы но вносить удобрение уже будем по посеянному следующей серии ребят на этом все смотрите другие видео на моем канале всем удачи всем пока ну и до новых встреч